Здравствуйте, ребята! Сегодняшний наш выпуск посвящен блесткам, нежному розовому цвету и красоте. Одним словом, наш сегодняшний выпуск только для девочек. Девочки, всем привет! Сегодня мы с вами зажжем. Спросим у наших очаровательных зрителей. Девочки, с чего начинается ваше утро? Мона, а с чего начинается твое утро? Ну, мое утро начинается, конечно же, с потолка. Первым делом я вяжу потолок и люстру на ней. Хорошо, что дальше? А дальше я бегу к зеркалу и расчесываю свои волосы. Ставлю резиночки, бантики, заколочки. Все верно. Утро всех девочек начинается с зеркала. То есть с тебя. Мона, тебе же важно то, как ты выглядишь. Ну еще бы! Конечно, Анфиса! Я обожаю наряжаться в платье, менять прически. Анфиса, у меня ведь есть даже свой рюкзачок. Вот он, посмотри, что в нем лежит. Может показать всем. Так, хорошо, давайте-ка посмотрим, что здесь есть. Здесь лежат резиночки и заколочки для волос, лак для ногтей, помада. Я эту помаду люблю. Разные красивые бусы, духи. Мона, а можно понюхать? Ну, конечно! Ммм, какой аромат потрясающий! Да, я обожаю этот аромат. У тебя также здесь есть браслетики. Красивые, правда? Да, Анфиса! И все эти вещи делают меня еще красивее. А у меня появилась одна очень хорошая идея. А почему бы тебе не делать мне красивенькую прическу? Я думаю, что идея отличная. Давай попробуем. Ура! Скоро я буду самая-самая красивая. Ну, хотя, куда еще красивее. Выходи, Мона! Мона, чтобы мне было удобнее делать тебе прическу, попрошу тебя присесть. Конечно, Анфиса, я сделаю все, что ты попросишь. Для начала нам нужно расчесать волосы. Ой, я так люблю, когда мне расчесывают волосы. Повернись чуть-чуть. Вот так. Расчешем волосы по всей длине. Ой, 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 ой! Такой сильно тяги. Ладно, а то не больно. И подровняем кончики. Ого! Да, что? Кончики волос будут ровными и красивыми. Ух ты! Так, Мона, не вертись. Я хочу, чтобы я себя смогла увидеть. А ты потом я покажешь? Конечно, я покажу. Так, кончики волос мы подровняли. Теперь приступаем к самой прическе. Так, давай возьмем бантик, чтобы подходил к твоему платью. Ой, я люблю, люблю бантики. Смотри, как тебе? Слишком большой. Давай возьмем вот этот поменьше. Ну, давай. Тебе доверяю полностью. При помощи специальной расчески оставим боковые прядки. Ух ты, я уже чувствую, что я такая красивая. Остальные уберем за ушки. Ох, это прям модно. Чтобы пряди были аккуратными, расчешем их. Все, уже готово? Нет, еще, Мона, терпи. А когда будет готово? Совсем скоро. Ух ты. А уже готово? Еще нет. Так, резиночка у нас есть. Посмотри на меня. Уже готова? Еще нет, потерпи чуть-чуть. Ну, терплю, терплю. Так, теперь заплетем здесь косичку. Заплетаем обычную косичку. Еще необычные бывают? Бывают разные косички, и даже ажурные. А, ух ты, а ты их умеешь сделать? Конечно, умею. А сделаешь мне когда-нибудь? Конечно. Здорово. Амсис, как вы себя этого научили? Я все умею делать сама. Училась сама по книжкам. То есть, ты сама учка? Конечно. Здорово. Так, у нас получилась такая косичка. Уже все? Готова? Пока нет. Теперь мы уберем ее немножко назад. Для этого нам понадобятся шпильки. Шпильки. Как звучат, это интересно. Шпильки. Название такое красивое. Шпильки. Также нам подойдут и заколки. Ой, 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 ой. Ты мне там в голову, случайно, типа древняя? Нет, все отлично. Повернись ко мне. Ну все, уже готово? Теперь готово. Отлично. Ну, показывай, какая получилась. Мона, ты очень красивая. Посмотри. О, это я такая, что ли? А, чуметь. О, какая я красивая. Ребята, ну как я вам? Анфиса, ты настоящая волшебница. Мне очень нравится. Теперь я смело могу идти куда угодно. И на праздник, и в гости, и даже просто на прогулку. Мона, ты очень красива. Дорогие девочки, вы тоже можете делать себе самые разные прически. Главное, не забывайте ухаживать за собой. И тогда вы станете принцессами любого праздника. Вы хотите смотреть? Анфиса, настала пора смотреть на участника нашей рубрики «Минутка поэзии». Или ты забыла? Конечно. Давайте смотреть. Смотрим. Мой дедушка. Дорогие мальчики и девочки. Напоминаем, любой из вас может стать героем нашей рубрики «Минутка поэзии». Для этого вам нужно выучить любое стихотворение, например, о маме, мире или дружбе. Прийти вместе со своими родителями в нашу студию и рассказать его нам. Ребята, у вас есть возможность посмотреть себя по телевизору в нашей передаче. Интересующие вопросы задавайте в личное сообщение группы ВКонтакте. Или звоните по телефону, который вы видите на экране. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.